Немножко про Америку. Я давно уже живу в этой стране достаточно. Нравится мне эта страна. По многим факторам. Есть в каждой стране свои плюсы и минусы, но неоспоримый плюс США – это отношения между людьми. Не знаю, что там вы видите в фильмах и что рассказывают на местном пропагандистском телевидении, но расскажу пару случаев, которые были со мной. Один произошел буквально вчера с моей супругой. Они говорят обо многом. Вообще меня поразило США то, что я, когда сюда приехал, я обратил внимание, что люди все улыбчивые, дружелюбные, готовы друг другу помогать. Это улыбки искренние и просто натянутые какие-то такие дежурные. Я сейчас не буду говорить про Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк – это не США, как и Москва, не Россия. Нью-Йорк – это практически все мигранты, многие беженцы со всех стран, которых только можно. И это совершенно не отражение США. США на самом деле можно уже увидеть там где-нибудь в Нью-Джерси. Ну, так как я жил первое время в Нью-Йорке, но потом при первой же возможности уехали в Пенсильванию. В Пенсильванию мы окунулись в настоящую, как бы такую американскую жизнь. Но перед Нью-Йорком мне получилось пару недель пожить еще в Нью-Джерси, и у наших родных в такой деревушке Помптон Лейкс. И первое наше знакомство было такая глубокая Нью-Йоркская деревушка, где транспорт редко ходит общественно, только свои машины. И вот мы поехали с родственниками в магазин, и я первый раз такое увидел, когда ты приходишь на кассу, и на кассе нету кассира, просто сам делай, что хочешь, проводишь товар, все на доверии. В итоге это уже стало нормой жизни, хотя вначале это шокировало, как и все шокировало, отношения между людьми, отношения полицейских к людям, когда полицейский может остановиться, просто помочь тебе поменять колесо, или просто будет стоять сзади твоей машины с включенными световыми сигналами, чтобы никто тебе в зад не въехал. Ну, вот по любому вопросу было приятно. Да, если видят нормальные отношения, то и к тебе нормальные отношения. Но вот эти улыбки, вот это радушие, это в принципе присуще американцам, что, конечно, я даже не представлял, пока не приехал в США. Ну, как бы к этому привыкаешь, и даже иногда я как-то был в одной бывшей Советской Республике недавно. Ну, иду, как обычно, улыбаюсь, и понимаю, что для меня смотрят как на придурка. То есть все хмурые, все такие унасупившиеся, и думают, наверное, что я какой-нибудь там сумасшедший, потому что, в принципе, я так понял, что вот такой северный нордический характер, без эмоций, такая готовность кому-то дать в морду всегда, такая полуагрессия. Но это, конечно, контрастировало. Никогда не думал, что оно так, пока оттуда не уехал, и вот когда вернулся, понимаю, что да, быстро привыкаешь к хорошему, и так оно. Ну вот, ладно. Вчера был случай очень интересный. У меня супруга пошла в продуктовый магазин, большой супермаркет, там тысячи людей каждый день проходят, и у них случилась ситуация, у них перестала работать система, которая читает банковские карты. Или с интернетом проблемы, или там какой-то глюк был с программой, непонятно. Ну, да, так редко бывает, но бывает. Ну и, в общем, они говорят, знаете, извините, мы только кэш принимаем. Ну, моя супруга на кассе говорит, ну, извините, у меня нет кэша, мы вообще как бы кэшем не пользуемся, в основном только картами, так проще, не надо эту мелочь вечно носить, и вообще как бы так проще. Ну, на что был простой ответ, ну, ладно, как-нибудь занесете. Он говорит, как это так? Ну, все, пожалуйста, вот ваш товар, вот сумму запомните, потом мы надеемся, что вы принесете. Ну, как бы, хотя мы давно уже живем в США, ну, конечно, это поразительная была тема. Как будто в какой-то маленькой там европейской деревне в 16 века, знаете, там бывает, в баре приходят, пьют все за счет бара, и когда появляется какой-то большой ку, что вот приходит там, или какой-то ковбой тут на Диком Западе ногой дверь открывает и говорит, все, давай, тащи свой журнал, все, плачу за все годы, когда я пью у тебя бесплатно. Ну, такое как бы вот, ну, непривычно в 21 веке, еще в большом городе, по сути, ну, таком приличном месте, и когда не то, что друг друга, не знаем, а в принципе, ну, как бы это, не то, что какая-то маленькая такая семейная община, коммуна даже, здесь по-другому это все. Ну, вот, такая вот страна Америка. Поразительно, я не говорю, что так будет везде и всегда, но оно бывает. Мы, естественно, конечно, деньги занесем, ну, вот, это чем-то напоминает какие-то вот эти рассказы, ну, я сам это видел, маленькие какие-то деревни, там, в Швейцарии, или в Германии, в Австрии, там, где-то еще. Когда едешь там по горной дороге, смотришь, продается там какая-нибудь ежевика или малина, а продавца нет, просто стоит там баночка, стоит кувшинчик с деньгами. Уже кто-то положил деньги, и ты хорошо, берешь себе очередную баночку, кладешь эти какие-то пять евро, едешь дальше, и вот это приятно. Просто приятно не когда это в какой-то маленькой альпийской деревне, приятно, когда это в большом таком конгломерате, чем является Южная Флорида, рядом с Майами, где вот такое есть. Ну вот, это пару штрихов о том, что такое Америка сегодня, в данном случае США. Ладненько, такие вот небольшие мысли вслух. Всем привет, успехов, хорошего дня. С вами Аси Адженси. Пока. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, комментируем, делимся видео и подписываемся на наш канал.